Все! Ниже, 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 ниже. Ниже, ниже. Приседания, жим лёжа и становая тяга. В троебории по пауэрлифтингу участвуют 20 спортсменов. В первую очередь силачи готовят вес, который точно смогут поднять. Затем идёт риск. Тяжелоатлет рассчитывает свои силы. Александр Мельчаков тренируется много лет и спокойно справляется с весом в 280 килограммов. А это как наркотик. Раз попробовал, понравилось и всё, с этого уже не спрыгнул. Закрыл глаза, чтобы страшного не было. И вперёд. Данил Баранов в тяжёлом спорте 5 лет. Говорит, то, сколько килограммов за раз поднимает атлет, зависит от вида упражнения. В приседе это... Ну, пока удалось поднять 200, в жиме удалось выжать 140 и потянуть умудрился 197. До титула мастера спорта Даниил пока не дотянул. Нужно ещё набрать около 200 килограммов. Чтобы поднять максимальный вес, приходится поддерживать форму. Что тяжелоатлеты и делают. Регулярные тренировки – их конёк. Но, несмотря на хорошую подготовку, их обязательно страхует специальная группа ассистентов. Ведь штанга может выскользнуть из рук. Здесь, к счастью, обходится без последствий. Но не без ошибок. Самая распространенная шутка – недосет. То есть, ребята не проходят параллели, останавливаются на параллели. А так, в основном, нормально, в технических грамотах выполняют упражнения. Максимальный вес, который тяжелоатлеты берут на этом первенстве – 300 килограммов в приседе и 180 в жиме лёжа и становой тяги. Победителей определят по набранным очкам, которые будут рассчитывать по формуле Вилкса. В следующий раз побороться за титул самого сильного мужчины Первоуральска им выпадет шанс только через полгода. Ксения Иноземцева, Сергей Шемет, Интера ТВ